Девушки отдыхают Нина Дорошина – народная артистка Российской Федерации, звезда советской комедии «Любовь и голуби». Также актриса снималась в популярных картинах «По семейным обстоятельствам» и «Первый троллейбус». Киноактриса стала воплощением эпохи, показав на экране простоту людей того времени. Будущая актриса родилась в подмосковном городке Лосиноостровске. Семья Нины Михайловны Дорошиной жила в одной комнатке коммунальной квартиры. Отец Нины был оценщиком мехов на Ростокинском комбинате. Весной 1941 года его отправили на несколько месяцев в командировку в Иран. Мужчина повёз в далёкую страну с собой всю семью и этим уберёг жену и дочь от ужаса войны. До 12 лет Дорошина жила на Ближнем Востоке, где свободно овладела персидским языком и горячо полюбила культуру персов. Вернувшись в Советский Союз, Нина стала учиться в женской гимназии, где и влюбилась в театральную сцену. Девушка записалась в драм-кружок, в котором ей отдавали мужские роли. Ведь в школе не было мальчиков. В старших классах девушка нашла более профессиональную студию при клубе железнодорожников, которым руководила актриса камерного театра Мария Львовская. Эта женщина окончательно убедила Нину Дорошину в том, что ей нужно учиться на артистку. После школы талантливая девушка без труда поступает в театральное училище имени Щукина. В этом образовательном учреждении вместе с будущей актрисой учились Александр Ширвинд и Лев Борисов. После вуза Дорошина дебютировала в театре «Современник» в спектакле «В поисках радости», в котором заменила заболевшую актрису. В итоге молодая артистка произвела хорошее впечатление на организаторов постановки. Нина Михайловна всей душой прониклась атмосферой этого театра и без малого 60 лет оставалась верна «Современнику». Героини-актрисы всегда страстные роковые женщины от исконно русских простых девушек до шекспировских королев. А помнишь, как я тебе предложение сделал на этом месте? Помню. Помню. Ты был благороден. Сейчас, наверное, думаешь, слава тебе, Господи, что я за него не пошла. Нет, не угадал. Особенно зрители отмечали роли в спектаклях «Виндзорские насмешницы», «Двенадцатая ночь» и «Четыре строчки для дебютантки». В 1981 году Нина Дорошина вернулась в свою «Альма-матер», начав преподавать курс актерского мастерства. Первые кинокартины с участием Нины Дорошиной вышли на экран в 1955 году, когда начинающая актриса числилась еще студенткой в ВУЗе. И если в мелодраме «Сын», где актриса сыграла продавщицу в магазине, ее имя даже не указали в титрах, то в фильме «Первый эшелон» роль Нелли Паниной запомнилась советскому зрителю. В течение следующих 15 лет Дорошина снималась многое, и появлялась в разноплановых картинах, но в неизменном амплуа энергичной, славоохотливой, яркой женщины. Из этого периода выделяют фильмы «Конец старой Березовки», «Артист из Кахановки» и «Они встретились в пути». Но с начала 70-х годов артистка решила сосредоточиться на театральной работе. Из последующих ролей отмечает одинокую оперную певицу из комедии «По семейным обстоятельствам». «Ох, я бы Шекспира играла только в подлиннике, на его родном языке. Вообще искусство, все должно быть настоящим, подлинным. Я поэтому не люблю кино. Но знаете, там все как-то понарошку. Я сейчас временно на пенсии, поэтому не снимаюсь». А вот в 1984 году вышел фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби», который вернул дорожную популярность у кинозрителей. Эта картина стала народным хитом. К актрисе пришла всесоюзная слава. Ленту назвали лучшей в кинематографической биографии Нины Михайловны. А ее героиню запомнили миллионы зрителей по всей стране. Более того, роль экспрессивной Надежды Кузякиной стала ее визитной карточкой. Интересно, что своим появлением эта картина обязана именно Нине Михайловне. Актриса играла в одноименном спектакле на сцене «Современника», где Меньшов увидел ее и был потрясен исполнением этой роли. «Вас! А где это? Ну, птевка-то и направление, карта курортная». «Открыли, Иванки». «Ой, перепугалась. Сверху положу, чтобы не копаться». Сидя в зрительном зале, режиссер загорелся сделать из спектакля полноценный кинофильм и не прогадал. «Любовь и голуби» действительно стала классикой советского кино. Сегодня эксперты мира кино отмечают, что картина вышла неудачно по времени, ведь фильм попал под каток начинавшейся борьбы с пьянством. Кинокритики обвинили режиссера в ошибочном представлении крестьянского быта и отсутствии правильного понимания жизни простых людей. Но время всё расставило по своим местам. Зрители с улыбкой на лице вспоминают любимых героев, утверждая, что «Любовь и голуби» – шедевр советского кино и одна из лучших комедий эпохи. Но, как ни странно, после этого успеха актриса всего лишь раз появляется на съёмочной площадке. Трагикомедии «Вам что, наша власть не нравится» и снова возвращается в театр. «Павел Семёнович, это насилие! Это насилие! И ещё раз насилие! Вы не падайте духом! Вы не поддавайтесь унынию! Вы бейте во все колокола!» Современники шутили, что актриса способна сыграть даже телефонную книгу. А игра на сцене в исполнении Дорошиной выглядела очень убедительно. Партнёры Нины Михайловны в интервью не раз говорили, что откровенно не понимают, то ли ей действительно плохо на сцене и нужно вызывать скорую, то ли это она сама так реалистично страдает по роли. Подобные отзывы коллег по театральному цеху – подтверждение профессионализма Нины Дорошиной. Личная жизнь Первым мужем Нины Дорошиной стал актёр Олег Даль, с которым актриса познакомилась на съёмках мелодрамы «Первый троллейбус». Мужчина был младше Нины на 7 лет, но это не помешало будущим отношениям. Между коллегами по театральному цеху вспыхнул бурный роман, вскоре закончившийся свадьбой, на которой гуляла вся труппа современника. Но семейная жизнь показала, что Дорошина и Даль – слишком разные люди, поэтому молодые супруги быстро развелись. К тому же у Нины Михайловны развивался роман с Олегом Ефремовым. Эти отношения многие считают мучительными. Логического завершения отношений так и не последовало, но в более поздних интервью актриса неоднократно намекала, что именно Ефремов был единственным мужчиной, которого она любила по-настоящему. Позднее актриса в родном театре встретила Владимира Тышкова, который там служил осветителем. Вместе со вторым супругом, который, как и первый муж, был моложе её, Нина Михайловна прожила вплоть до смерти Владимира в 2004 году. Этот брак стал для актрисы тихой гаванью, в котором Нина Михайловна нашла теплоту и понимание. Правда, детей у Дорошины так и не было, поэтому последние годы актриса проживала в московской квартире в компании любимой кошки. В августе 2017 года появилась информация о том, что Нина Дорошина тяжело больна. У актрисы отнялись ноги, а сама она пребывает в полном одиночестве, так как за советской кинозвездой некому ухаживать. Поклонники забеспокоились о здоровье кумира, услышав подобные новости. Многие начали предлагать помощь прославленной киноактрисе. Однако вскоре выяснилось, что слухи, оботнявшиеся о ногах знаменитости и бессилии, слишком преувеличены, и что за киноактрисой ухаживает её племянница. Несмотря на проблемы со здоровьем, легенда советского кино преподавала в Щукинском училище и продолжала выступать в «Современнике». В знаменитом образовательном учреждении с нетерпением ждали возвращения любимого преподавателя. Однако этому сбыться было не суждено. Утром 21 апреля 2018 года Нина Дорошина скончалась в Москве. Сосед артистки пришёл на помощь, услышав крики из её квартиры. По словам мужчины, Нина Михайловна держалась за сердце. Несмотря на то, что скорая приехала быстро, помочь народной артистке врачи не успели. Соседи сообщили, что накануне смерти Нина Дорошина уже вызывала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Однако от госпитализации она отказалась. Ей было 83 года. Народная артистка России Нина Дорошина похоронена на Пятницком кладбище города Москвы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok